Чем ближе зима, тем холоднее отношение мэра к некоторым своим подчиненным. Сегодня он в очередной раз пригрозил увольнением тем чиновникам и руководителям коммунальных предприятий, которые, по его мнению, должным образом не проводят подготовку к зимнему сезону. Снега еще не обещают и в прогнозах, а за то, что к его уборке плохо готовятся, головы могут полететь уже скоро. Как его подчиненные готовы встретить снегопады, мэр проверил во второй раз. Результаты повторных учений по ликвидации последствий стихии не удовлетворили Александра Сина. Третий раз для нерадивых чиновников и руководителей коммунальных предприятий может стать последним, предупреждает мэр. На этой неделе мы проведем опять учения. Я опять поручил сегодня управление по чрезвычайным ситуациям. И если мы обнаружим какие-то нестыковки в ходе этих учений, телефоны не те, дежурные кто-то не стоит, я вам обещаю, что это закончится увольнением для этих людей, потому что больше мы в эти игры играть не будем. Ранее мэр уже грозил увольнением за срыв подготовки к зиме главному дорожнику города, руководителю КП «Луад». Сегодня претензий к нему Александра Сина нет. Говорит, что внезапная проверка предприятия показала готовность «Луада» убирать дороги от снега. В принципе, я остался доволен тем, что на сегодняшний день резина есть, аккумуляторы есть, двигатели есть, машины находятся переоборудованы под зимний режим несения службы. Я думаю, что здесь все будет в порядке. Представителям малого бизнеса, которые должны убирать от снега закрепленные за ними участки тротуара и дороги, мэр грозит со штрафами. Про администрацию уже предупредили всех, говорит Александр Син. Теперь дело за инспекцией по благоустройству. Инспекция по благоустройству, каждый снегопад будет тотально, 100% обходить все территории, смотреть, кто убирал, кто не убирал, актировать это и штрафовать. А вот владельцев транспорта вместе со снегами ждут и новые дорожные знаки. Если в прошлом году знаки, запрещающие стоянку, активно снимали, то в этом году их будут устанавливать, дабы транспорту обочин не мешал снегоуборочным машинам.